Сегодня мы все чаще слышим в своем обиходе такое выражение, как человек-абьюзер. Мы поинтересовались, что знают о нем в Воронежце. Есть такие абьюзеры. Что это такие? К сожалению, не знаю. Хотя стремлюсь быть в теме. Это человек, который пользуется либо своим положением, и как-то в крышевую модель поведения входят такие вещи, как подвинение под себя, что-то в этом роде. На мой взгляд, те, которые живут за чужой счет, хотят прокатиться. Абьюзер. Ну, наверное, человек, который ограждает личные права человека, которому дорог. Скорее так, наверное. Люди, которые пытаются обидеть других людей, которые унижают, оскорбляют. В дословном переводе английское слово «абьюз» означает глагол «оскорблять». И хотя у насилия нет пола, согласно подсчетам экспертов, в семи из ста семей инициатором конфликтов является женщина. Причем речь идет не только о физическом насилии слабой половины человечества, но и о моральном воздействии на психику мужчины. Правда, большинство воронежцев отметили, что в своем окружении с такими не сталкивались. Хотя и признают, что такая проблема есть. Сейчас очень странное поколение молодых людей, которые неправильно расставляют приоритеты в своей жизни и в отношениях. И, так скажем, насмотрелись на иностранных фильмов, сериалов и пытаются подражать своим кумиру. По мнению некоторых, модель поведения у женщины, как, впрочем, и у мужчины, формируется главным образом в семье. По сути, мы копируем отношения наших родителей, причем происходит это чаще всего на бессознательном уровне. То и то. Но, я думаю, больше зависит от воспитания. Как в семье было, так и человек себя будет вести. Ну, то есть, например, если в семье эта девушка был патриархальный уклад в семье, то, скорее всего, у нас лучше завести себя такую же семью, если удачный опыт был, конечно. Вот. Ну, и так же наоборот. Если, например, растет мальчик, вот, и отец, скажем так, прогибался часто под жену, то есть, ну, это было видно, то, скорее всего, сын будет такой же. Спрашиваем у представителей старшего поколения, можно ли избежать проявления женского насилия. Ведь зачастую мужчины сталкиваются не столько с физическим, сколько с моральным насилием. Будь то скандалы, манипуляции и просто женские истерики. Нет, супруга нет, потому что мы одинаково, примерно, поколение. У нас более-менее размеренная, ну, будем говорить, нормальная, не хочу хвалиться, жизнь. Мы трезво подходим к жизни, взвешиваем его и оцениваем его. Прежде чем говорить какие-то слова и резкости высказывать друг другу, мы анализируем, в общем-то. Мне кажется, вот за границей это да, наверное, есть, а у нас такое вряд ли. У нас женщины полные заботы мне до этого.